Послание отца Абсолюта 23 ноября 2022 года. Перетягивание каната свободной воли. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу продолжить разговор о законе свободной воли, который сейчас приобретает особенно важное значение. И теперь мы рассмотрим его в глобальном масштабе. Но сначала я хочу объяснить вам, в чем состоит различие и влияние этого закона на отдельных людей и на коллективное сознание человечества. Как уже не раз говорилось в моих посланиях, каждый человек вносит свой вклад, позитивный либо негативный, в коллективное сознание человечества. И в огромной степени это касается соблюдения законов Вселенной. Но ни один из этих законов не влияет на качество состояния коллективного сознания человечества так сильно, как закон свободной воли. Именно он определяет, в каком направлении будет двигаться человечество дальше, пойдет ли оно по пути эволюции либо инволюции. То, что происходит сейчас на Земле, можно сравнить с перетягиванием каната, причем не только в количественном, но и в качественном соотношении. И сейчас я объясню, что это означает. С одной стороны находятся те люди, которые за всех сил цепляются за вторую жизнь, панически, страшась что-то менять в ней. Они согласны на все, безоговорочно веря в то, что слышат из официальных новостных источников. Им кажется, что если они перетерпят сложные времена в своей жизни, испытав материальное и моральное лишение, то в скором времени все вернется на круги своя. Таким образом, они проявляют свою свободную волю оставаться послушными винтиками в уже отжившей системе трехмерного мира, находящейся во власти мирового правительства. Другие же люди видят все беспрекрас, ясно осознавая, что прошлого уже не вернуть, и то, к чему ведет их мировая правящая верхушка, окажется катастрофой для человечества, в буквальном смысле его гибелью. И их свободная воля выражается в активном противостоянии нынешней системе власти, активно продвигающей цифровизацию во всех областях жизни людей, и генномодифицированные препараты, убивающие душу человека и превращающие его в послушного исполнителя чужой воли. Поэтому можно без преувеличения сказать, что выражение свободной воли той или иной категории людей является отражением борьбы сил света и тьмы. Все переплелось на вашей планете, дойдя до высшей точки кипения не только в политической, финансовой и социальной сферах, но также в сознании и душе каждого человека. Но у светлых пробудившихся человеческих душ есть огромное преимущество в виде высоковибрационных энергий пятого измерения, мощным потоком, вьющихся сейчас на Землю, а также в помощи сил света ваших галактических братьев, страхующих вас не только на тонком, но и на физическом плане. И возможным это стало лишь потому, что они считали свободную волю миллионов людей, не желающих жить по-старому и исполнять безрассудные приказы правящей верхушки. Силы жить мы, стоящие на страже глубинного государства, уже задыхаются в новых энергиях и не способны, как раньше, оказывать поддержку своим некогда могущественным подопечным и тем, кто решил последовать за ними. Таким образом, в перетягивании каната свободной воли, проявленной жителями Земли, неизбежно победят те, кто оказался на стороне света. Осталось сделать лишь небольшое усилие, и этот канат будет разорван надвое, унося в третье измерение одних и в новый высоковибрационный мир других. Каждый окажется в том энергетическом пространстве, который выбрал сам, проявив свою свободную волю. И теперь эта разделительная линия пройдет и в коллективном сознании человечества. Одна его часть пойдет по пути эволюции, а другая – инволюции. И изменить это не в силах никто, поскольку законы Вселенной остаются вечными и неизменными. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok